Самые богатые люди в мире. В состоянии примерно тысячи человек исчисляются триллионами, а мультимиллионеров на свете около девяти миллионов. Мы покажем, как они достигли этого и на что они тратят свои состояния. Самые богатые люди в мире. В этой программе. Мальчик с фермы, который прошел путь от безвестного провинциала дорог звезды и стал сейчас одним из самых богатых итальянских артистов. Если мне что-то нравится, я просто трачу на это деньги. Гуру французской моды, который заработал миллионы только для того, чтобы расстаться с ними. И как увольнение сделал этого поляка миллионером. Для начала, как этот торговец-ослами из маленького городка стал американским богачом. Самые богатые люди в мире. Только представьте себе клуб миллионеров, настолько привилегированный, что только 150 богачей со всего мира были приглашены вступить в него. Членство стоит до 10 миллионов долларов с ежегодной платой в 1 миллион 300 тысяч долларов. Древние замки. Великолепные пляжи. Горы, покрытые нетронутым снегом. Реактивные самолеты, яхты, гольф-клубы. Только для этих счастливчиков. Владелец клуба Тим Бликсетт. Американский миллионер. Рожденный в бедности, сейчас он мультимиллионер. Его состояние вложено в лесопереработку, недвижимость и предметы роскоши. Он владеет пятью самолетами, которые доставят его в любое из 15 его владений по всему миру. Если же он хочет путешествовать дольше, то может использовать одну из двух своих яхт. Сейчас мы на верхней палубе третьей палубе яхты. Это действительно самый яхт. Конечно, тут есть джакузи, проверю-ка я температуру. Все в порядке. 36-37 градусов. Это место, где постоянно бывают люди, особенно когда начинается качка. Все бегут смотреть на китов и дельфинов, которые плавают прямо у борта. Здесь вы можете понаблюдать за закатом, перекусить с жареным на вертеле мясом, или просто вспомнить, насколько повезло вам, что вы живы и что вы здесь. На окраине Парижа есть великолепное строение. Это роскошный французский замок 14 века. Тим купил его в 2004 году и потратил 100 миллионов долларов на реставрацию. Жить в своем собственном замке, подобно Гарри Поттеру, только по-настоящему. Знаете, каждый ребенок, особенно мальчик, растет с мыслью. Вот, наверное, здорово было бы пожить во дворце или в замке. И однажды ты просыпаешься, а все это уже сбылось. Это очень забавно. Тим содержит все владения на высшем уровне. Со своим управляющим в замке Форшевель он обсуждает работы по благоустройству. Сад, вроде этого, в классическом французском стиле, должен быть продуман до мелочей. И я люблю красивые вещи. Это место становится прекрасным. Еще не все сделано, но завершение уже близкое. И я думаю, если в жизни вы стремитесь к совершенству, если вы устраиваете свою жизнь и свой бизнес, исходя из этого стремления, все будет как нельзя лучше. Тим родился в Роузбурге, маленьком городке в штате Орегон. Отец его был местным пастором, мать бывшей актрисы, и в семье было пятеро детей. Семья была очень бедная, и Тим вырос на государственное пособие Эвел Ферр. Я никогда не забуду это, у меня остались неизгладимые воспоминания. Начальная школа, дети на пособии сидят в одной стороне класса и получают казенный ланч за 25. И нам, конечно, говорили, что все нормально. Но те, чьи родители могли платить, эти богатые детишки в той половине комнаты дразнили нас поберушками, нищими. И я никогда не забуду это. Как и свое твердое решение, никогда больше не нуждаться в благотворительности. Феррари – одна из величайших машин в мире. В этом году она празднует 60-летний юбилей. Французский замок Тима – превосходное место для праздничной вечеринки. А где будут стоять автомобили? Так, здесь у нас 12 машин, коллекционные автомобили будут здесь, и еще сотня должна приехать. Главный вход достаточно большой, они будут припаркованы справа и слева от нижего. То есть здесь дюжина, так? Да, дюжина, начиная с самого первого Феррари 1948 года выпуска. Вы хотите сказать, это самая первая модель? Да, именно она. И все остальные 60-х, и 70-х, и 80-х, вплоть до последнего болида и формы. Далее о том, как Тим достиг такого невероятного успеха. И польский миллионер-атеист, который построил полирелигиозную часовню. Конец первой части. Самые богатые люди в мире. Часть вторая. Американский миллиардер Тим Блексетт собирается праздновать 60-летие. И компания Феррари в своем французском замке 14-го века. Он прошел долгий путь со времен своего детства в Орегоне. Тиму пришлось зарабатывать с малых лет. В возрасте 10 лет после школ он работал в Бакале и уже тогда был довольно боротистым. Думаю, моя первая коммерческая сделка состоялась, когда я купил трех ослов за 25 долларов. Привел их домой, почистил, назвал вьючными мулами, приложил каждому бумажку с ценой в 75 долларов. Их у меня просто вырвали из рук. Тогда я понял, что ребрендинг и приличная упаковка способны превратить осла в мула и утроить цену. И еще молодым человеком Тим скопил 500 долларов и стал покупать и продавать участки леса. Но его мечтой были не просто деньги. Я всерьез увлекался музыкой, она для меня была отдушиной. Поэтому я отправился в Голливуд совсем юным, 18 или около того, пробовал писать песни и даже записал альбом. Тим изо всех сил старался заработать на жизнь музыкой. Но не желая больше никогда жить на пособии, он вернулся к рискованному бизнесу по продаже леса. Его авантюра тут же увенчалась успехом. В скором времени Тим стал зарабатывать большие деньги. Где-то в 25 я был так называемым миллионером, добившимся успеха своими собственными силами. И, наверное, на меня это плохо повлияло, потому что, как и все в 20 с лишним, я был очень нахальным. Я возомнил себя пуленепробиваемым, думал, что не могу ошибиться, что могу все превратить в золото, как царь Мидас. Немного позднее понял, что ошибался, и что я не был настолько крутым, каким себя возомнил. Мир Тима рухнул, когда процентные ставки взлетели, а цены на древесину упали. Я испытал настоящее отчаяние. Представьте, начинаешь с нуля, живешь на пособии, а теперь у тебя есть маленький аэроплан, вертолет, деньги, вдруг всего этого лишаешься. Разве о таком я мечтал? Неужели я вречен жить на пособия? Пожалуй, для меня это стало лучшим бизнес-уроком. Тим не сдался. И начал все сначала. Он снова встал на ноги, и к 39 годам ему снова повезло. В 1990-м я решил остановиться, поэтому я продал половину компании и подумал, этих денег хватит до конца жизни. Тогда я так подумал. И на год оставил дела, если хотите, назовите это уходом отставки. Но вскоре тему представились такие возможности, что он забыл о своей отставке. Он купил 20 тысяч гектаров сельской местности в Монтане и стал застраивать ее домиками для преуспевающих людей. Мы пытались создать атмосферу, в которой семьи, добившиеся в жизни успеха, и, по крайней мере, получившие наследство, могли бы проводить время вместе и чувствовать себя комфортно. И правда, родители говорили, что еще нигде им с детьми не было веселее, чем у нас. Значит, семейная концепция Йеллоустонского клуба была выбрана правильно. Мы знали, что семейная концепция была правильная концепция для Йеллоустонского клуба. Клуб назван Йеллоустонским, так как находится около одноименного национального парка. Успех пришел моментально. Уже более 300 семей купили здесь участки стоимостью до 16 миллионов долларов каждый. Это наш последний проект. Он называется «Анклав». Очень большой проект. Это поселок из небольших коттеджей площадью 500 квадратных метров. Можно кататься на лыжах здесь или в горах. Будет еще один подъемник, который мы сейчас строим. Маленький подъемник здесь, маленький подъемник там и очень много открытого пространства. Гора является собственностью Тима, и в мире только один частный клуб, имеющий свою собственную горнолыжную базу. Когда все запланированные 864 участка будут распроданы, Тим получит еще один миллиард долларов. А сейчас у него как раз есть хорошая идея, как добыть еще миллионы. Мы собираемся продать 150 мест в клубе, для которых необязательно обладать правом собственности и что-то покупать. Вы просто хотите получить самое лучшее, приезжать и уезжать, когда угодно. Это будет стоить 3 миллиона. Но если вам надоест, и вы захотите все это оставить, то сможете забрать свои деньги обратно. Тим неустанно ищет места, которые понравились бы членам его клуба миллионеров. У него очень требовательная клиентура. Владения в Йеллоустонском клубе должны быть по-настоящему уникальными и единственными в своем роде. Мы в Тамаренде. Это курорт на мексиканском побережье, принадлежит Тиму. У Тима два дома. Этот стоит около 8 миллионов долларов. Далекие путешествия между резиденциями и строительными площадками не так уж сложны при наличии пяти личных реактивных самолетов, любой из которых в любой момент к услугам Тима. И если бы мне пришлось избавиться от всех вещей, самолет стал бы последним. Знаете, по-моему, прошло 8 лет с тех пор, как я летал коммерческим рейсом, не считая одного перелета в прошлом году из Парижа в Стамбул. Мне просто не было выбора. Но мне кажется, что каждому, у кого есть свой самолет, необходимо раз в год летать коммерческим рейсом, просто чтобы не слишком зазнаваться и ценить то, что имеешь. Еще одна необходимая вещь в жизни миллиардера Тима — музыка. Ему принадлежит собственная звукозаписывающая студия. Что бы мне сыграть? Тим никогда не расставался с гитарой. Последние 10 лет он со своим партнером пишет песни. Сегодня в моей жизни музыка занимает гораздо больше места, чем когда-либо раньше. Потому что я пишу все больше и все лучше. Мне просто нравится это. Мне нравится быть в студии. Когда в 2005 году ураган Катрина разрушил Новый Орлеан, Тим написал хит, который принес 120 миллионов на благотворительность. Мы в этом участвовали. Меня пригласили Warner Music Group и NBC. Мы запустили проект Humanity Plaza в Нью-Йорке и стали строить общественные здания. Это дело было будто специально для меня. Тим любит вкладывать деньги в добрые дела и помогать людям изменить жизнь. Но не меньше он любит пожинать плоды собственного успеха. Знаете, у меня нет никаких комплексов по поводу моего богатства, потому что успех. Все эти годы приходил вроде как постепенно. Это знаете, как если у вас есть одна лодка, потом она становится все больше, и довольно скоро вы уже не осознаете, что у вас просто огромная лодка. Поэтому я не хожу во всем этом ничего особенного. Это то, что я смог получить, и я очень благодарен за это. И я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Тим Бликсетт воплотил свою американскую мечту в жизнь. А этого поляка падение железного занавеса сделал одним из самых богатых людей в мире. Александр Гудзуватый заказал 17-метровое бронзовое сооружение золотой сферой наверху. Оно будет установлено в Иерусалиме как символ единства. Этот проект стоимостью в 4 миллиона один из многих для этого эксцентричного, гуманного, миролюбивого миллиардера. Я не знаю, когда я вдруг понял, что богат. Я не хочу демонстрировать какую-то ложную скромность, но хочу сказать, что тот, кто хочет сделать по-настоящему большие деньги, не должен считать прибыль. Просто работайте, и результат появится сам. Александр Гудзуватый пятый в списке богатейших людей Польши. Ему принадлежит компания БартИмпик стоимостью в 400 миллионов долларов, которая занимается импортом газа из России. На своем элегантном и тщательно реставрированном Бентли «Континентал-Ар» выпуска 1954 года он перемещается между Варшавой и своим огромным загородным владением. Он потратил 30 миллионов долларов на постройку этого современного дворца. Гудзуватый, его вторая жена Данута, их младший сын Майкл, пользуются услугами десяти человек, обслуживающего персонала. Домашним 12-метровым плавательным бассейном и теннистом кортом. Александр также собрал эклектическую коллекцию картинок. Но в его доме находятся только копии. Он считает, что оригиналы должны быть в галереях, чтобы каждый мог увидеть их. Во дворе самая лучшая в Европе частная конюшня с более чем 20-ю чистокровными скакунами. У Гудзуватого есть собственная команда, которая участвует в международных соревнованиях. Его владения настолько велики, что для того, чтобы их объехать, ему нужен автомобиль для гольфа. Но меньше чем 20 лет назад у него не было ни работы, ни каких-либо перспектив. У него было три ужасных месяца. Мой сын подрос и пошел в университет. А у меня не было абсолютно никаких доходов. Не было больше ни служебной машины, ни секретарей, ни денег. Это была настоящая катастрофа. В 1989-м пала Берлинская стена. Президент Польши стал Лех Валенси, бывший электрик и лидер движения «Солидарность». У 52-летнего Александра начались неприятности. Он потерял свою высокую должность в правительстве. Я был в полном отчаянии. Но однажды ночью я вышел на балкон, и мне в голову неожиданно пришла блестящая идея. Я решил создать свою собственную компанию. На следующий день я зарегистрировал ее, и мы собрались наладить товарооборот с Россией. Всего лишь сотни долларов Гудзавата использовала свои еще времен коммунизм и контакты в Москве для того, чтобы сделать свои первые шаги в капиталистическом мире. Принесла ли мне успех-то работа на коммунистов? Да. Потому что там я научился оперировать большими числами. Только такая работа приносит большие результаты. Александр торговал всем, от текстиля до акций железных дорог. Но джекпот он сорвал, когда стал единственным импортером газа из России. За пять лет оборот Бортимпекса компании Александра достиг 3 миллиардов долларов. Он вступил в круг элиты, купив эту виллу на французской ривьере. Как только я увидел это место, я понял, что должен приобрести его. Трудно сказать, сколько стоит дом на ривьере. Могу только сказать, что 4 года назад один богатый лондонец предложил мне 35 миллионов евро. Александр родился в Уджио перед Второй мировой войной. Его родители работали на текстильной фабрике, и вся семья жила в этом запущенном районе. Он уехал около 40 лет назад, поэтому возвращение сюда вызывает много эмоций. На мои глаза наворачиваются слезы, когда я вижу эти места. У нас, может, и не было денег, но тогда было замечательно. Мы были молоды, мы были просто детьми. Польша была оккупирована немецкими войсками, а потом Советским Союзом. В 45-м году случилось событие, определившее жизнь Александра. В возрасте 7 лет до смерти напуганный мальчик увидел, как советский солдат застрелил его шнауцера. Я помню это так, будто это случилось сегодня. Я представляю себе эту большую темную лужу крови у моих ног. Лежащую в ней мертвую собаку и мою бабушку, плачущую без слез, потому что она боялась солдат. Честно говоря, эту печаль я запомнил навсегда. С тех пор Александр любит животных, а сейчас, когда он богат, занимается благотворительностью. Часть своего состояния он тратит на строительство бронзовых статуй. Это один из его любимых шнауцеров, принц Гара. Животные – любовь всей моей жизни, моя страсть. И я хочу доказать, что можно жить в гармонии с животными. Атеист и пацифист Гудзаватый построил своим поместью эту полирелигиозную часовню. Она украшена символами и знаками основных мировых религий. Я обожаю ее. Я нахожу здесь теплое прибежище. Здесь я могу подумать. Могу сбежать от реальной жизни. Это очень помогает мне. Это просто прекрасно. Но Александр позволяет себе веру в нечто необычное. В середине своего участка он построил это. Подобно древним египетским фараонам, у него есть своя собственная пирамида. Моя пирамида – это прихоть богатого воображения. Гранит вырезан так, что четыре колонны поддерживают друг друга и не нарушают силовое поле пирамиды. Пирамида обладает силой. Чтобы доказать это, я всегда провожу такой эксперимент. Я кладу одну треть яблока на этот уровень, одну на землю, одну внутрь пирамиды. И та, что внутри, не портится гораздо дольше, чем остальные. Как будто некое излучение убивает бактерий. Так или иначе, это дает неположительные вибрации. Это небольшое безумие, но художественное безумие. Александр Гудзават и любит свои причуды, и позволяет себе чудачество. Но головокружительный успех, который он достиг в последнее время, не мешает ему оставаться самим собой. Он мечтает о мире, который будет более счастливым, местом для всех нас. Далее, как человек, который не носит ничего, сделал карьеру на одежде? Ногими приходим мы в этот мир, и ногими покидаем его. Конец второй части. Самые богатые люди в мире. Часть третья. Далее в программе. Мальчик с итальянской фермы, ставший всемирно известной звездой. Но для начала французский монах-индуист с уникальной философией бизнеса. Париж. Мировая столица моды. Родина многих самых влиятельных домов моды. Оборот этих компаний за прошлый год составил 9 миллиардов. Один из тех, кто заработал свои миллионы на моде, сейчас живет в Индии. Наверное, он самый необычный мультимиллионер в мире. Цель моей работы заключается в том, чтобы дать людям, сотрудничающим со мной, возможность реализовать себя. И если, следуя моему примеру, они смогут познать себя, я буду вознагражден. Новое имя Кристиана Фабре, Свами, Пранавананда, Брахмендра. А в Адутте или просто Свами? Это индийское обозначение монаха. Если сейчас что-то не получается, значит, Бог решил вознаградить меня позже. Или я просто что-то делаю неправильно. С Вами владеет Фэшенс Интернешнл, одной из самых успешных компаний в Южной Индии. У него 60 тысяч работников на 35 фабриках, и годовой оборот – 40 миллионов долларов. Но сам магнат счастлив в своем убежище отшельника, запрятанном в холмах Коли Хиллс, более чем 400 километров от его офиса. Забавно, но человек, сделавший миллионы на продаже одежды, предпочитает ходить обнаженным. Мы рождаемся без одежды, и без одежды покидаем этот мир. Нагими приходим и в этот мир, и Нагими покидаем его. Из своего домика-отшельника Свами выходит в интернет, переносясь из духовной жизни в мир бизнеса. Он финансирует клинику для нуждающихся, потому что этого требует индуистская религия. Его наставник также говорит, с Вами должен продолжать заниматься бизнесом для всеобщего блага. О, замечательно, для кого это? Для Лейко. 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 Очень хорошо. Лейко – французский дизайнерский бренд. Очень, очень сложная вещь. Очень, очень сложно сделать все так, как Вы видите. Это вещь из Диона в Дели. Да, в Дели. Во время встреч с клиентами из домов Мод Европы Свами облачается в оранжевые одежды индуистского священника. С Вами живет и работает руководствуясь своими духовными потребностями. Если ты не честен с собой, ты не можешь быть честен с остальными. Искренность с остальными – основа. Откровенность с самим собой делает тебя честным с твоими поставщиками, твоим персоналом и клиентами. Ты не можешь продать некачественную продукцию, иначе рано или поздно потеряешь лицо. Либерто в Талузе на юге Франции – один из самых крупных клиентов Свами. Он выступает посредником между транснациональными домами моды и их индийскими поставщиками. Он получает прибыль в 2,5 доллара с каждой вещи, которую экспортирует. В прошлом году он отправил за границу более 12 миллионов предметов одежды. Летом я купил 100 тысяч предметов одежды. Четыре цвета. С Вами родился здесь, в Безье, на юге Франции, в бедной рабочей семье. В 1942 году. Каждое лето он приезжает сюда навестить свою сестру Ани. Это место хранит хорошие воспоминания. Оно напоминает мне о юности. Это время прошло. К сожалению, даже мамы сейчас уже нет. Ей приходилось делать все, помнишь? Мы ходили только в том, что она для нас шила. Наша мать была швейой, что, конечно, было хорошо для нас. У нас не было денег, и она сшила нам всю одежду. Сейчас дом с вами, небольшая квартира в индийском городе Шинай, поблизости от его предприятия. Мой костюм, тройка. Но успех пришел к нему нелегко. В 71-м ему предложили работу экспортера кожи в Шинайе, тогда Мадрассе. С вами ухватился за этот шанс и поехал в Индию со своей женой, новорожденным сыном Николасом. Как только вы выходите из самолета, вас окутывает жара. Ужасная влажная жара. И кажется, будто вы попали в духовку. Это было неожиданно. Запахи, рой людей вокруг нас. Это ошеломляло. Они с женой полюбили Индию. Но вдруг, без предупреждения, индийское правительство запретило экспорт кожи. С вами потерял работу и остался без гроша. Было невероятно тяжело. Нам нечего было есть. Не было денег. Жена ушла от него и забрала сына. Но с вами остался здесь. Он нанялся на низкоплачиваемую работу в индийской текстильной промышленности. И встретил там своего будущего партнера по бизнесу. Джафар. С вами вложил небольшие сбережения матери в покупку четырех швейных машин. И одну маленькую комнату. И одна маленькая комната в нашем доме. В комнате стоял стол для раскрощика и машинка. Машинка вокруг него. Педальная. Что-то вроде... Теперь у всех электронные машины с процессорами. Все изменилось. И появилась Fashions International. Но развивать бизнес в Индии не так-то просто. Один случайный разговор с соседкой изменил всю жизнь с вами и направил его на новый путь. Здравствуй. Знакомство с этой женщиной изменило меня. Первое, о чем мы говорили, я была зла на окружающих из-за их глупости. Это раздражало меня больше всего. Как справиться с этой злостью? Это волновало меня больше всего. В доме Ражи с вами впервые узнал об учении индуизма. Думаю, Ражи и ее семья были для меня чем-то вроде катализатора. И с их помощью я узнал очень много. Любое событие в жизни человека может полностью изменить его. Это и произошло со с вами, да? Да, именно. Это было переломным моментом жизни с вами. И он всецело отдался религии. Я избавился от страха потери. Я не боюсь ничего потерять. Его философия сделала Fashions International единственной в своем роде компанией. Самое необычное – это то, как с вами распоряжается прибылью. Наша компания распределяет 56% дохода между работниками. Не только через зарплату, но и через премии. Они зависят от стажа в компании, занимаемой должности и так далее. Но и садовник, и шофер, и исполнительный директор – все что-то получают. Никто не остается обделенным. Так это ваш первый работник. Да, садовник. Да, хорошо, ваш заработок. Только часть будет больше. Только часть, я понял, спасибо. Поняли, спасибо. Зарплаты и премиальными работа в компании с вами – одна из самых высокооплачиваемых в Индии. Поэтому каждый старается помогать росту прибыли компании. Себе с вами платит только 200 долларов в месяц, которых вполне хватает на его простую жизнь человека, избегающего материального. Единственное, в чем он себе не отказывает – золотые статуи, индуистских богов и ноутбук. 65-летний с вами не собирается оставлять дела. Он только что запустил новый дизайнерский бренд «Дьют», ориентированный на молодежь, работающую в быстро растущей индийской индустрии информационных технологий. Другие в 65 работают в саду или сажают морковку, а я – нет, я хочу большего. Я хочу сложности, поиска. Все это очень интересно. Это новая область для с вами. Но он не боится расширять границы, в том числе используя спорные рекламные кампании. Дьют может быть рискованным делом, но будет ли он на плаву или пойдет ко дну, с вами всегда будет придерживаться своей бизнес-философии. Все в порядке, да? Да. Боже, отлично, вы достаточно сегодня продали? Конечно. Очень хорошо. Иногда я замечаю, что говорю клиенту, иногда очень важному клиенту, что я буду счастлив работать с ним. Но если я не буду с ним работать, все равно буду счастлив. Если я вижу, что их способ работы, их деловая этика не соответствует моим, я не заработаю 500 тысяч. Но зато буду спать спокойно. Вера с вами не мешает ему зарабатывать миллионы. А этот человек исполнил свое желание и стал величайшей итальянской рок-звездой. Его самый популярный хит «Сэнсу на Донна». Девять альбомов, мировое признание. И теперь он востребован на таких мероприятиях, как «Лайф-8», ежегодный благотворительный концерт, Зуккера приводит в восторг своих поклонников по всему миру уже почти 20 лет. Он продал более 30 миллионов итальянских блюзовых альбомов. Столько же, сколько «Колдплей» и заработал 85-миллионное состояние. Зуккера живет за городом в Тоскане и считает, что это лучшее лекарство от звездной болезни. В душе он хитпи. Потому что чувствует близость к земле, которая взрастила его. Я не просыпаюсь каждое утро со словами «Боже, я так богат, что могу купить то, это». Моя первая мысль – а что мне создать сегодня? Рок-звезды известны тем, что тратят миллионы, создавая свои уютные гнездышки. У Элвиса есть Грайсленд. Майкл Джексон играл в Неверландии. Зуккера создал Лунизиану. Кусочек американского Старого Юга перенесен в его поместье на итальянской земле. Зуккера вырос на ферме и чувствует свою связь с традициями. Мы ели только то, что вырастало на нашей земле. Моя семья – фермеры. Мои родители, а до них и их родители работали в поле. Так я вырос, живя простой деревенской жизнью. Это сделало меня таким, какой я есть. Отсюда же мое желание выбраться. Выбраться из деревни, самому кем-то стать. Его загородное владение так же индивидуально, как и его музыка. Он потратил 6 миллионов долларов на создание дома в своем собственном стиле. Десятки мастеров и художников помогали ему сделать этот дом мечту хиппи. Бюджет был открытым. Я уверен, что все обошлось бы мне в три раза дешевле, если бы я найдет человека, который следил бы за бюджетом. Все эти вещи уникальны. Все они открытия. Кажется, что они сделаны из простых материалов, но на самом деле все это довольно дорого. Потому что если ты хочешь, чтобы к тебе пришел художник и расписал потолок, как здесь, а не просто побелел, ты нанимаешь художника. И у тебя должны быть деньги, чтобы заплатить ему. Источник вдохновения звукера блюз. Он взял музыку американского старого юга и добавил к ней свои итальянские мотивы. Сначала это мало кто оценил, даже его звукозаписывающая компания была недовольна. Звукозаписывающая компания настаивала, чтобы я писал типичную мелодичную итальянскую музыку. В 8 лет я задавал себе вопрос, что же я должен делать? Или просто следовало найти другую работу? Когда в конце концов в 87-м Звукера записал блюз, альбом разошелся по миру в трех миллионах экземпляров и занял первые места в европейских хит-парадах. Звукера получил первый миллион и доказательство своей правоты. Как только я решил заняться чем-то, что считал правильным, я сразу достиг успеха. Мне нравятся детали. Думаю, в них-то все и дело. Звукера с готовностью признает, что он фанатик контроля. Он верит, что именно это принесло ему успех. Иногда он выражает свои мысли довольно странно. Иногда я понимаю, что все изменилось, и я должен вернуть все обратно. Нахожу в этом свою логику. Я точно знаю, что я ищу, понимаете? У вас должна быть какая-то дисциплина. Это немного похоже на то, каково быть дирижером. Он может быть настолько сумасшедшим, насколько хочет, но в конечном итоге он должен сделать так, чтобы его оркестр играл слаженно. Это то, чем занимается композитор. И то, чем занимается музыкант. Блюзовый альбом был только началом карьеры. Сегодня его состояние и количество поклонников исчисляется миллионами. Далее о том, что ждет в будущем Звукера, его состояние и его славу. Конец третьей части. Самые богатые люди мира. Часть четвертая. Миллионер Хиппи Звукера играл с крупнейшими звездами мировой сцены. Он выступал в дуэте с Повороте, Майлсом Дэвисом и Элвисом Костелло. Но в 89-м дуэт с Полом Янгом Сенсу Надонна принес мировую славу ему самому. Песня занимала первое, второе место в хит-парадах по всему миру. Даже в Корее, Северной Африке. Места, где я никогда не бывал. Его итальянские интерпретации блюза стали вереницей хитов. За свою 20-летнюю карьеру он сотрудничал с такими артистами, как Том Джонс, Эрик Клэптон, Стинг и Квинн. Он всемирно известная итальянская рок-звезда. Фель Зукера нашел для себя новую задачу. Это не музыка. Эко-дель-Маре, знаменитый курорт на побережье Тосканы. В 60-е и 70-е его частные пляжи привлекали состоятельных людей. Зукера хочет вернуть те славные деньки. Мы хотим устроить здесь эксклюзивное местечко для шикарных тусовок, чтобы можно было развести огромный костер, устроить что-то веселое. Люди могли бы поплавать под звездами. Все это происходило здесь раньше, но больше не происходит. И во сколько это обойдется? Это будет стоить около миллиона евро. Но по опыту знаю, что я не уложу из бюджета. Я не бизнесмен. Если мне что-то нравится, я просто трачу на это деньги. На что-то я трачу втрое больше денег, чем нужно. Если что-то построят, и мне не понравится, я просто разрушу это и скажу построить так, как считаю нужным. Когда он не играет в бизнесмен, он играет на концертах. В своем новом гастрольном турне он сыграет перед двумя миллионами людей, заработает миллионы. Но Зукера думает только о музыке. Я всегда играл музыку, вовсе не стараясь заработать миллионы, а просто для того, чтобы как-то выразить себя, потому что это то, о чем я думал и думаю. И у меня это получается. Мой успех сделал меня богатым. Но богатство никогда не было моей целью. Это всего лишь побочный эффект. В следующем выпуске. Бывший шпион КГБ, который превратил 500 долларов в 3 миллиарда 700 миллионов всего лишь за 15 лет. Успешный английский эко-предприниматель, предсказывающий будущее. И рассказ о том, как самый завидный жених в Австралии сделал 400 миллионное состояние. Для участников проекта создания хот-родов «Стань асом» наступает час икс. Последний день обучения, он же судный день. Кто заработал контракт?